Белорусские экономисты посчитали, в какую сумму в стране обойдется художество Лукашенко и введенные санкции после этих художеств. Итак, напомню, что санкции, прежде всего, большинство санкций, что касается, прежде всего, Беларусь-калия, всех этих минеральных удобрений, а также нефтепродуктов и так далее, и так далее, то есть самые серьезные санкции вводятся с 1 декабря. То есть они введены уже, но де-факто они вводятся Европой с 1 декабря с тем, чтобы минимизировать для самой себя последствия от них и с тем, чтобы у самой Европы было время найти новых поставщиков, чем они сейчас и заняты, вместо обанкротившихся белорусских. Итак, с 1 декабря белорусский бюджет недосчитается приблизительно от 15 до 20% в общей выручке. С чем это можно сравнить? Это можно сравнить приблизительно с ситуацией 90-го года, когда приблизительно на тот же самый объем рухнула промышленность. То есть, де-факто, мы все помним, что там было в 90-м году, в 90-м году рухнул Советский Союз в 91-м, и чем это кончилось, абсолютно очевидно. То есть, сейчас режим Лукашенко в таком авральном темпе пытается как-то найти то ли новых поставщиков, то ли как-то возить это все дело через Мурманск. А через Мурманск куда ты будешь возить? Тут я, кстати, говорил, что это кольцо 3000 километров, мне сразу же возразили, что это 1500 километров. Действительно, по железной дороге это плюс 1500 километров относительно Клайпиды. Но вы же считаете еще и морскую дорогу, пароходом тоже на 1500, еще плюс 1500, если не больше, там, наверное, больше чем 1500. То есть, там минимум 3000 километров плюс по логистике, соответственно, никуда ты эти удобрения уже не повезешь. А теперь добавьте к этому еще одно. Если к санкциям всерьез присоединиться не на словах Украина, потому что пока что Украина к санкциям, к сожалению, присоединилась только на словах, а дизель мы продолжаем покупать благополучно у режима Лукашенко, и за украинские деньги режим Лукашенко спокойно покупает своему ОМОНу новые ботинки и новые дубинки, чтобы колотить белорусов. Это пока что факт. Вот так. То, если Украина тоже прекратит покупать белорусский дизель, то последствия для белорусской экономики будут еще хуже. Это уже будет не 15-20%, а все 25%. И это будет, собственно говоря, крах режима. Когда это все произойдет, это может произойти уже в декабре. Главное, чтобы Европа, а потом за ней и Украина, которая, в принципе, тоже является частью Европы, но не всегда. Чтобы и Украина приняли участие в этих санкциях, ну, тогда, скажем так, счет дней, счет жизни режима Лукашенко пойдет уже на дни и часы. Спасибо. Спасибо.